Жители области предлагают, власть реагирует. Строительство детских площадок, организация автобусного сообщения, благоустройство родников, список идей, предложенных гражданами, воплощенных в жизнь в рамках регионального проекта «Народная экспертиза» можно продолжать. Он давно зарекомендовал себя как эффективный инструмент диалога между гражданами и представителями власти. Один из примеров – Яковлевский район, где только в прошлом году от инициативных жителей в копилку проекта поступило около сотни предложений. Более 70 приняты к исполнению или уже исполнены. О некоторых из них в репортаже Натальи Войтенко. Строитель хорошеет буквально на глазах, поэтому пустырь возле храма новомучеников и исповедников белгородских выбивался из благоустроенной городской среды. Инициативная группа яковлевцев предложила разбить здесь аллею ветеранов Великой Отечественной. За дело взялись всем миром. Здесь высадили ровно 1369 катальп и ели. Именно столько жителей сел, на месте которой стоит современный строитель, не вернулось с фронтов Великой Отечественной. Это была инициатива по народной экспертизе. Ветеранское наше сообщество, наша молодежь, студенты, школьники, жители города строитель вышли сюда. В рамках субботников, воскресников эту территорию облагородили, посадили деревья и в течение года ухаживали за ней. А также была сделана дорожка, вот такая теленкурная, из микрорайона частной застройки. Можно по этой дорожке попасть в любой из парков города строителей. Это парк Маршалково, парк Рос, парк Сретенский. А это уже Тамаровка, одно из крупнейших сел Яковлевского района. Здесь проживает около 8 тысяч человек. И по словам главы поселка, это все люди неравнодушные. Поэтому проект народной экспертизы здесь особенно востребован. Одной из инициатив стал ремонт мемориала в самом центре поселка Тамаровка. Люди уже давно говорили о том, что необходимо провести капитальный ремонт памятника. И эту инициативу мы, конечно, услышали. В районе был проведен марафон, собраны денежные средства. И Тамаровцы, предприятия, учреждения и сами обыкновенные рядовые граждане, они внесли свой вклад. Но главное даже не обновление монумента, а то, что благодаря этой инициативе жителей были исправлены ошибки на мемориальных плитах братской могилы и добавлено около 30 новых фамилий защитников Родины. Но на этом тамаровцы не остановились. В память о своих героях-земляках решили издать книгу, которую так и назвали «Вспомним всех поименно». Автором этой книги является заведующая библиотеки поселка Тамаровка взрослой Гудыменко Марина Павловна. А материал здесь собран всеми жителями по крупице. Люди шли постоянно. Каждый рассказ был прожит заново. И когда эта книга вышла, то вы даже не представляете, насколько было много отзывов, откликов. И люди говорили так и сейчас говорят, что мы читаем ее всей семьей. Проект «Народная экспертиза» в течение трех лет существования доказал одно свое очень важное преимущество. Люди, внося свои предложения, подтверждают тем самым, что им это действительно нужно. Что реализация таких идей не подсказка сверху, а решение неравнодушных жителей региона. Тех, кто не только дает наказы, но и сам способен воплотить посильные инициативы в жизнь. Наталья Войтенко, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогория.